Ну а вот чего у нас поуверенней? Ну давай поуверенней. Ну а вот чего у нас и не было? Мое уважение, Григорий. Да? Это красиво. Опа! Нужных пневматических компрессов. И будьте счастливы. Всем пока. В магазине ЕМЕ54 вы можете приобрести складскую, грузоподъемную и строительную технику от самых простых до сложных и технологичных моделей. Ну а чего у нас точно не было, так это воздушных пневматических компрессоров. И по многочисленным просьбам мы устранили этот пробел. Вашему вниманию ТОР ОБЛ. ОБЛ это линейка масляных компрессоров с ременным приводом. В сравнении с прямым приводом обладают целым рядом преимуществ. Возможность длительной непрерывной работы до 20 минут. Низкий уровень шума и вибрации. Благодаря раздельной конструкции, электродвигатель отдельно, поршневый блок отдельно и наличию двух раздельных кулеров, компрессор меньше греется и быстрее охлаждается. Компенсация перегрузок при интенсивной эксплуатации. Высокая надежность. При заклинивании поршня двигатель не выходит из строя. Ресурс оборудования ременного компрессора в сравнении с коаксиальным выше в среднем в 4 раза. Модельная линейка ТОР ОБЛ включает в себя модели с объемом ресивера от 50 до 500 литров. Также в модельном ряду есть компрессор с вертикальным расположением ресивера объемом 150 литров ТОР ОБЛВ. Ременные масляные компрессоры используются на производственных площадках, СТО и строительных объектах. Объем ресивера в 50 литров хватит для небольшой СТО, покрасочной или мебельной мастерской. Высокая производительность 322 литра в минуту на входе и около 210 литров на выходе, а также рабочее давление 10 бар позволяет быстро наполнять ресивер и работать со многими видами инструмента. На компрессор установлены два манометра. Первый показывает давление в ресивере, второе давление на выходе, которое можно отрегулировать редуктором. Необходимо помнить, что максимальное рабочее давление воздуха в ресивере должно превышать суммарную мощность используемого инструмента из-за возможных потерь давления на линии трубопроводов, доставляющих воздух до места потребления. Причин потери может быть несколько. Слишком маленький диаметр трубопровода. Множество соединений и препятствий на пути следования воздуха. Загрязненность линий и фильтрующих элементов. Воздух, нагнетаемый масляным компрессором, содержит масляную взвесь, которая участвует в дополнительной смазке рабочей части пневматических инструментов, что необходимо для их бесперебойной работы. Наличие масла в воздухе при проведении лакокрасочных работ недопустимо, поэтому необходимо использование обязательной фильтрации. Установка влагомаслоделителя исключает попадание в воздух масла при распылении и порчу краски. В комплект поставки компрессора, помимо самого агрегата, входят колеса, ручка, фильтр и паспорт изделия. Компрессоры заправлены маслом и полностью готовы к работе. Давайте проверим его в действии. Для начала засечем, за сколько наш компрессор заполнит ресивер. При падении уровня давления воздуха до 110 бар автоматически включается насос. Для начала протестируем продувочный пистолет. Оборудование подсоединяется легко благодаря быстросъемному типу соединения. Работать с компрессором очень удобно. Он быстро качает воздух и облегчает выполнение множества различных задач. Далее покажем, как присоединить наш компрессор к домкрату. Заметьте, насколько он быстрее поднимается, в отличие от ручного режима. Ну и в финале накачаем шины подъемника SJY500. Заметьте, насколько быстро накачивается шина. Это модель самая маленькая из линейки. Ее вес всего 55 килограмм. Да и габариты достаточно компактные. Но это не мобильное оборудование. Его лучше размещать стационарно. В нашем паспорте указана не только производительность на входе, но и на выходе, чтобы вы с большей точностью могли подобрать для себя подходящую модель. В наличии в нашем интернет-магазине 5 моделей компрессоров, работающих от напряжения 220 вольт, объемом от 50 до 150 литров. И 4 модели для работы от трехфазной сети напряжением 380 вольт, объемом от 100 до 500 литров. Для подробностей заходите на сайт или свяжитесь с менеджером. Компрессоры можно использовать от 5 до 45 градусов по Цельсию. На что же нужно обратить особое внимание? Важно контролировать уровень масла. Низкий уровень масла может повлечь за собой быстрый износ или заклинивание компрессора. Слишком высокий уровень масла приведет к попаданию масла в поток воздуха. После первых 50 часов работы нового компрессора открутите масляный болт, чтобы слить старую смазку и добавьте новую смазку до отмеченного уровня. Очищайте фильтр каждые 100 часов. Для слива конденсата каждый день открывайте водоотводный клапан в нижней части резервуара. Скопление влаги внутри приведет к возникновению ржавчины. Корпус ресивера желательно заземлять. Необходимо следить за степенью износа ремня и своевременно его заменять. Такие модели надежные, долговечные, производительные, устойчивые к перегрузкам, более тихие и ремонтопригодные. Кроме того, более мощные ременные компрессоры отлично подходят для работы на промышленных предприятиях. Столярные мастерские, строительные объекты, крупные СТО и мойки. Везде ременные компрессоры будут незаменимы. С вами был интернет-магазин EME54. Подписывайтесь на канал, поддержите нас лайком и включайте уведомления, ведь впереди еще очень много новинок. Субтитры создавал DimaTorzok